10 марта в Тараклии прошел второй международный фестиваль кукеров «Козишко Хоро-2019». Кроме четырех коллективов из самой Тараклии, в этом году на фестивале свои оригинальные костюмы и представления показали кукерские группы из Болгарии и Украины, а также коллектив из села Крифановеки Когульского района. Официальный старт маскарадного фестиваля был дан со сквера «Примарии Тараклия», откуда коллективы грандиозным шествием прошли по улице Лейна к центральной площади города. Продолжение следует... По поверьям, кукеры – это мифические существа, которые изгоняют злых духов. Устрашающим внешним видом, громким шумом, магическими танцами и специальными обрядами они стараются запугать нечистую силу, тем самым обеспечить плодородие земли, а также здоровье и процветание всем жителям города. Костюмы у кукеров очень разнообразны. От небольших символических до гигантских, достигающих трех метров. Чаще всего их изготавливают из овечьих или козьих шкур, вывернутых мехом наружу. На голову они одевают маски, украшенные рогами, перьями, деркальцами и манистами. Неотъемлемая часть наряда – это деревянные сабли и колокольчики, изгоняющие злых духов. Впервые в фестивале приняли участие кукеры из села Долна-Секирна, из Болгарии. Они представили древний болгарский танец «Сурву», который предки исполняли для изгнания нечисти и злых духов из местности. Нашите сурвакари, страшните сурвакари, ходат по къщите и гонят злото и са символ за урожай, за плодородие и при животни, и при хора. И за това хората им се много радват и ги обичат. Това ни е зимен празник, интересен, обикалят къщите и всека къща ги даряват с ракија, с зелник, с баница, с јаболки, круши, орехи и едно особено вариво. Ни ем указваме зеле свареного фенчера со смесо. Това представява наш празник. Той чистый, чистый душите на хората, оплошите нешта, нали пречистван душите и сердца на хората. Този празник. Актёры театра «Смещен петок и староклеи» показали сценку с козой. Согласно древней болгарской легенде, хозяйка не хотела продавать козу цыганке, поэтому та наслала на животное проклятие. Козе становится плохо, и она падает замертво. Кокера отгоняют от неё демонов, ворожеи над ней колдуют, а доктор лечит. После таких усилий коза оживает и рождает потомство. В этой сценке заложен глубокий смысл, подчеркнул директор театра Иван Буримечков. Падение козы означает конец старого года, а её воскрешение – начало нового. Маленький козлёнок, который появляется на белый свет – символ новой жизни, плодородия и богатого приплода в крестьянских домах. Всяка новая година треба доносить нечто. И рождение ту, твое новое поколение, которое срождает при ста с годиной, то есть даваме живот на новое поколение. Било деца, било животное, било срства символизируемое. Треба да се рождат по-вечето животное, по-вечето деца, по-вечето всичко, да може да стане по-весело. Потому что има ли деца, ще има веселие. Няма ли деца, няма веселие. Това е. Древний обряд изгнания злых духов пришёл в Молдову из Болгарии в 19-м году. Кукерские шествия в Тараклии и те, что исполняют в Болгарии, имеют различные сценарии. В них присутствуют элементы разных театральных жанров – от драмы до комедии. Бессарабские болгары из Украины разыграли свадебный обряд с юмористическим характером, где роль невесты исполнил мужчина, а жениха сыграла женщина. Целью организаторов было помочь гостям фестиваля погрузиться в богатое разнообразие традиций, не быть просто зрителями, но и стать прямыми участниками воспроизведения старинных обычаев. Мы думаем, что в ЛТИ одна, если помним корень, да помним, обещают, да и предаем на децата. За что-то, а когда живешь в одно село, где-то бабят и пазят, и настанят, и предают, обещают, то в городу ведь вечно с губи. Из-за этого много важно. Наши деца учат от малки, белгарский язык, история, культура, в училище, благодарение на нашу державу Молдова. И от таких родолюбцев, кто иван, буриметчиков, неговицы, самышленники, негови, эти восстановки правят, кои-то децатащики видят на живу и после, дай Боже, это повторят. Каждый коллектив за активное участие поощрен специальными грамотами и сувенирами. Международный фестиваль кукеров «Козешко Хоро-2019» прошел при поддержке администрации города Тараклия и Театра Бессарабских Болгар «Смещен Петок», а также компании «Мелина» и «Агроглет». Завершилось мероприятие традиционным масленичным костром. А теперь традиционно с наступлением весны мы хотим сжечь в виде этих баб все то лихо, все то зло, которое у нас накапливалось в течение года. И встретим эту весну с чистыми помыслами, с чистыми пожеланиями и с надеждой на благополучие. ПОЁТ ПОЁТ! Субтитры сделал DimaTorzok